Смонтировано Сергач ТВ И мне показалось, что было бы интересно его услышать и телезрителям Потому что, конечно же, не все смогли прочесть эту газету и познакомиться с этим текстом Я хочу сразу оговориться и еще раз повторить Я читаю тексты Я читаю, интервью ли это, или какая-то информация Но это информация, которая мне кажется интересной Если она даже касается предметов, в которых я, допустим, или кто-то из зрителей не хорошо разбирается Но мы стараемся доверять специалистам, которые на эти темы рассуждают Мне кажется, что Андрей Фурсов специалист И точка зрения его мне кажется интересной Итак, вопрос Считается, что именно на Мальте Горбачев все сдал в кавычках Какими вам видятся те события сейчас? Ответ Фурсова Капитуляция Горбачева, по сути, сдача к соцлагеря и СССР Произошла 2-3 декабря 1989 года на Мальте Финальный акт довольно длительного процесса Взаимодействия части западной и части советской верхушек В послевоенный период на Западе оформилась молодая и хищная фракция Корпоратократия Речь идет о буржуазии, чиновниках, спецслужбистах и тому подобное Тесно связанных с транснациональными корпорациями и финансовым капиталом В течение нескольких десятилетий они упорно шли к власти Стремясь потеснить государственно-монополистический капитал Он будет называться сокращенно ГМК И связанный с ним сегмент мировых элит Стратегия корпоратократии по отношению к СССР была принципиально иной Чем у ГМК групп То есть групп государственно-монополистического капитала Последние, начиная с 60-х годов прошлого столетия Стремились наладить диалог с советской верхушкой И нашли у нее в этом отношении понимание Разумеется, обе стороны, особенно западные, не были искренни Но они стремились к диалогу А в глобалистических планах корпоратократии места СССР В прекрасном новом мире просто не было Более того, этот мир не мог бы возникнуть без уничтожения СССР На рубеже 70-х-80-х годов Представители корпоратократии пришли к власти на Западе И развернули наступление против СССР Здесь они нашли союзников, точнее подельников В 70-е годы в Советском Союзе сформировался небольшой подчисленности Но весьма влиятельный советский сегмент мировой корпоратократии Где оказались представители номенклатуры, спецслужб, некоторых научных структур и крупные теневики Если корпоратократы Запада стремились оттеснить от власти ГМК То корпоратократы в СССР стремились с помощью Запада Оттеснить от власти КПСС И поменять строй, превратившись просто в собственников Во второй половине 70-х годов была создана команда для решения этой задачи Людей набирали недалеких, тщеславных, а главное коррумпированно замаранных Которыми легко манипулировать, а в случае чего просто сдать Это и была Горбачевская команда Большую часть которой использовали в темную На рубеже 1988-1989 годов Запад перехватил процесс демонтажа социалистического строя И превратил его в демонтаж самого СССР И надгосударственных образований, ядром которых он и был Недаром Мадлен Олбрайт В ту пору она была госсекретарем Соединенных Штатов Главную заслугу Буша Старшего видела в том, что он руководил Распадом Советской империи Кульминацией этого руководства и стала декабрьская встреча на Мальте Вопрос Горбачев приехал на встречу после того, как побывал у Папы Римского Есть по-вашему какая-то связь между этими событиями? Ответ Русофоб и советофоб Иоанн Павел II по-видимому благословил Горби на капитуляцию исторической России О чем Запад мечтал как минимум четыре столетия С последней трети XVI века на Западе развивались два проекта установления контроля над Россией Протестантский, Англия, с XX века еще и США И католический, Священная Римская империя, Габсбург и Ватикан Визит Горбачева сначала к Папе, а затем к Бушу-старшему весьма и весьма символичен Он зафиксировал капитуляцию не просто СССР Это была капитуляция исторической России Неясно, насколько это понимал сам Горбачев А вот те его подельники, которые более тесно контактировали с западными верхушками И начали это делать раньше генсека Например, Александр Яковлев Он прекрасно отдавал себе в этом отчет Ведь заявил же он в одном из своих интервью, что перестройкой они сломали тысячелетнюю парадигму российской истории Горбачевщина – первая фаза этого слома Ельцинщина – вторая Начало 21 века отмечено противоречием между сохранением неолиберального курса в экономике и поворотом к суверенитету во внешней политике Ясно, что противоречие это не могло просуществовать долго Либо-либо Вопрос Но Россия готовится к геополитическому реваншу Медведь свою тайгу никому не отдаст Это же слова президента Путина Ответ У меня нет ощущения, что Россия готовится к геополитическому реваншу Крымская Виктория – это, безусловно, достижение Особенно на фоне четвертьвекового геополитического отступления Но Виктория вынужденная Это упреждающая реакция на действия противника Другого варианта у России просто не было В противном случае геополитическому поражению добавилась бы потеря лица Весь мир, включая ближайших соседей, понял бы, что о Россию можно вытирать ноги В то же время Крым – это всего лишь выигранное очко в проигранной России почти четвертьвековой партии за Украину Мы не смогли создать на Украине реальную пророссийскую силу настоящих союзников России Не способствовали, мягко говоря, появлению на Украине массовых слоев, ориентированных на Россию, на русский мир А вот американцы, Запад, в целом преуспел в создании антирусских орков Это такие злобные варвары Укронацистов в распространении русофобии, в зомбировании населения Это очень важный вопрос Я об этом говорил уже И многие об этом думают Мы не занимались Украиной Янукович, который как бы является, так сказать, в какой-то степени нашим большим союзником Просто занимался грабежом Это была преступная, по большому счету, власть Но ничего другого рядом мы не воспитали И в результате все то время, которое мы думали, ну куда денутся, все родственники, все знаем Туда-сюда, сало, горилка, разговоры, половина фамилии на Руси, кончаются на Ко и так далее Ничего, никуда они не денутся, все равно будем вместе Ничего подобного 20 лет с лишним шла подробная, спокойная, аккуратная, но ежесекундная работа Она привела к тому, что воспиталось поколение, даже два, считайте Людей, которые никогда уже не повернутся к России, если не произойдет какого-то невероятного катаклизма Который убедит их в том, что путь этот был неверным В принципе неверным Дальше читаем Медведь свою тайгу никому не отдаст Замечательная фраза, но за словами должны следовать дела Утверждение полного суверенитета требует не только великодержавного курса во внешней политике Но также установление суверенитета в экономической сфере, прежде всего финансовой, банковской и информационной У нас же есть банки, напрямую зарегистрированные в налоговой службе Соединенных Штатов Америки Банки, по сути, дочерние структуры филиалов Федеральной резервной системы Спекуляция на бирже Какое количество людей с двойным гражданством, о которых мы не знаем Там работают, работают Там ли внутри или снаружи, но эта работа идет Она все равно мировая система экономическая, финансовая, мировая Значит влияние возможно И влияние это, к сожалению, как видим, пока не в нашу пользу Это мало похоже на экономический суверенитет Что касается СМИ, то сегодня в этой области ситуация лучше, чем 5-7 лет назад Во время украинского кризиса государственно-ориентированные СМИ Подавили пятиколонные впервые за всю историю существования Российской Федерации И тем не менее, мы прекрасно видим Что прозападные СМИ, чья точка зрения практически полностью совпадает с точкой зрения Госдепа США А по сути есть ее реализация в нашем информационном пространстве Они до сих пор очень активны А это значит, что до конца суверенитет в этой области не обеспечен Обратите внимание, как англосаксы воюют за информационный суверенитет Наплевав, полностью наплевав на внешние приличия Последний пример – действия британцев против Russia Today Которые просто предложили поменять редакционную политику под угрозой отключения А ведь то, что позволяет себе корректное Russia Today Ни в какое сравнение не идет с тем, что позволяет себе, например, эхо Москвы или Дождь Я уже не говорю о том, что битву за суверенитет, за великодержавность Олигархическая финансовая зависимая сырьевая система выиграть не может Это важно Битву за суверенитет, за великодержавность Олигархическая финансово зависимая сырьевая система выиграть не может Когда-то Клинтон сказал, что США позволят России быть Но не позволят ей быть великой державой Реванш России – это возвращение великодержавного статуса, что невозможно на олигархической сырьевой основе Вопрос Какие задачи предстоит решить Путину? Напрашиваются исторические параллели Победить Неокочевников и Хазарию, как Святослав Придумать мессианскую идею, как Василий Третий, Москва, Третья Рима Провести опричину, как Иван Грозный, задавить пятую колонну Создать альтернативный западный уклад Основанный на идее социальной справедливости, как Иосиф Сталин Ответ Мессианские идеи не придумываются Они рождаются в борьбе, в ходе кризисов Неокочевники и Хазари – это, если я правильно понимаю, глобалисты и их союзники, а точнее их агенты в России Победить их действительно можно, только чем-то вроде неоопричненной Она же условие создания нового социально-экономического уклада, основанного на принципах социальной справедливости Прежде всего необходимо справедливое распределение национального продукта А начинать надо с Конституции С одной стороны, надо привести реальность в соответствии с рядом ее положений Например, о том, что Россия – социальное государство Это очень важно С другой – убрать те положения, которые сварганили ельцинские халуи под диктовку американских консультантов Например, о примате международного права над российским Как выбирается то право международное, когда это выгодно определенным кругам на Западе? Просто вот так, вот так, спокойно, нет решения ООН, какая разница, там разберемся Главное – навязать бой И мир это ест Причем так причмокивая Однако сказать значительно легче, чем сделать Сделать означает серьезную и опасную борьбу, требующую политической воли и отождествления групповых интересов с общенациональными Колоссально важный постулат – отождествление групповых интересов с общенациональными Вопрос Вы писали, чтобы побеждать в мировой игре нужно новое знание и креативный спецназ Но драма в том, что у нас нет образа будущего Нам предлагают реанимировать прошлое Либо СССР-2, либо православие, самодержавие, народность Либо христианско-исламский, евразийский социализм без судного процента Так в чем же все-таки русский интерес? Ответ У меня был не креативный, а интеллектуальный спецназ Слово креативный я на дух не переношу У нас вдруг все стало креативным Креативный менеджер, креативный директор, даже креативный класс появился Так величает себя офисный планктон То, что у нас нет образа будущего и как следствие стратегии его достижения, неудивительно У нас нет идеологии Запрет на нее даже в Конституции записан А у США есть И у Китая есть И у Японии тоже есть И у других успешных государств есть Без идеологии невозможно сформулировать ни цели развития, ни образа будущего У дел тех, у кого нет идеологии, пикник на обочине истории Ни один проект, обращенный в прошлое, не сработает Ничего нельзя реставрировать Ни СССР, ни Российскую империю Поразительно, но наша власть, по-видимому, в силу исходного социального родства пытается установить преемственность именно с Российской империей, акцентируя МФБ комплекс, монархизм, феврализм, белогвардейщина И противопоставляя его советскому периоду А ведь царская Россия была тупиком СССР решил такие задачи, о которых самодержавие даже подумать не могло Мы рождены, чтобы сказку сделать былью Это советский принцип В отличие от Российской империи, последние 50 лет существования Советский Союз ни от кого не зависел Был не просто государством, а центром альтернативной капитализму мировой системы Вольно кому-то выбирать образ будущего, состоящий из поручиков Голицыных, но это пораженческая стратегия Однако и СССР при всех его победах Это тоже прошлое Нужна новая модель исторической России Время империи прошло, но и время национальных государств тоже прошло Они не могут противостоять глобальному тоталитаризму транснациональных компаний и закрытых наднациональных групп мирового согласования и управления Нужны новые формы Нечто вроде импероподобных образований с населением не менее 300 миллионов человек Экономическая самодостаточность в условиях нынешнего технологического уклада при всей условности этого термина Ядро ВПК, армия, флот, спецслужбы и реально реформированная наука Импероподобные образования должны комбинировать иерархически институционные и сетевой принципы организации И прирастать территориальными анклавами, разбросанными по всему миру Это и есть новый мировой порядок Альтернативный и англосаксонскому капитализму и психоинформационному тоталитаризму глобалистов, идущему ему на смену Ошибочно противопоставлять глобалистам евразийскую модель как региональную Мировые игры выигрываются на мировой арене Вопрос То есть грядет мировая битва за Евразию? Ответ Она уже идет полным ходом Если по поводу сирийского кризиса можно было сказать словами из Гайдаровского Мальчишек и Бальчишек будто пахнет ветер, то ли дымом с пожаров, то ли похором с разрывов То по украинскому кризису это будет тоже оттуда же Пришла беда, откуда не ждали Напал на нас из-за черных гор проклятый буржуин Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды Тайга Штука суровая Медведь в ней и прокурор, и исполнитель приговора Вот это точка зрения Андрея Фурсова Лично я этого человека очень уважаю Довольно много читал его работы Мне кажется, что он один из тех, кто не пытается нравиться большинству, нравится власти И вот тот самый настоящий патриот в прекрасном смысле этого слова Который понимает, что только правда может быть основой победы Потому что если не знать правду, не говорить правду, не чувствовать правду, не формулировать правду Это может привести к тому, что ты будешь забывать, что ты уже наврал И запутаешься в конец Мне кажется, что при всей спорности наверняка этой точки зрения В ней есть одно В ней есть правда Правда Андрея Фурсова Я очень надеюсь, что много у нас таких людей У которых есть правда Которую они высказывают во благо нашего настоящего и будущего До следующей встречи Спасибо Смонтировано Сергач ТВ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»